Спортивная жизнь возвращается в привычное русло после ослабления антивирусных ограничений. На татаме физкультурно-здоровительного центра дружно разминаются ребята возрастом до 13 лет. Скоро начнутся поединки в рамках традиционного открытого первенства Соликамска, посвященного победе в Великой Отечественной войне. В соревнованиях принимает участие более 80 участников Соликамска, Березняки, Кизила, Яева. Ребята, которые уже не первый год выступают на данном мероприятии, уже имеют какой-то технический арсенал. Сегодня мы увидим замечательную борьбу юных дзюдоистов. Благодаря компании «Уралкалия» наши мечты многие сбываются. Это поддержка детского спорта, это выезд спортсменов на соревнования, на учебно-тренировочные сборы. Представитель главного партнера Федерации дзюдо был приглашен на соревнования как почетный гост и поприветствовал ребят на церемонии открытия. Компания «Уралкалия» всегда поддерживает проведение всех спортивных мероприятий, а также поддерживает все спортивные федерации города, потому что это способствует приобщению подросткового поколения к ценностям здорового и активного образа жизни. Мы узнали о правилах судейства в этом виде спорта. Соперникам на борьбу отводится две минуты. Арбитры следят за захватами и бросками. Болельщики и родители на трибунах во время схваток вели себя тихо, чтобы маленькие борцы лучше слышали подсказки тренеров. Мы пообщались с соликамскими участниками соревнований. Егор раньше другим спортом занимался, но отец ему предложил в дзюдо себя попробовать. У меня в баскетболе не очень сильно получалось, меня на дзюдо отправил. Ну, здесь тренер самый, мне кажется, добрый из всех, потому что он не орет никогда. Я хотел записаться на какой-то вид спорта, чтобы обороняться. И меня папа отправил в дзюдо. Как ты тренировался и как ты готовился к соревнованиям? Я готовился, ходил каждый день на тренировки, делал броски, выполнял упражнения на резине. Но я надеюсь занять хотя бы второе или первое место. Кстати, так и вышло. Николай попал в призовую тройку и получил серебряную медаль. Список соликамских мальчишек, отборовшихся на золото, серебро и бронзу в разных весовых категориях, сейчас на ваших экранах. Добавим, по итогам этих соревнований будет сформирована сборная соликамского городского округа для участия в первенстве уже Пермского края. Пожелаем ребятам успешной подготовки к соревнованиям более высокого уровня, ну и, конечно же, победы. Антон Старостин, Кирилл Литвин, телекомпания Соль-ТВ